Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, немножко подождем, да, пару минуточек буквально, я, добрый день, добрый день, я прошу прощения, я вышла на час позже, у меня возникли некоторые обстоятельства, очень прошу прощения за это, здравствуйте, так, ну, думаю, ничего страшного, да? В общем-то, я хочу, сейчас я присоединю свой ник для тех, кто меня не знает, так, вот она я, и пишем, что мы, так, что мы делаем-то сегодня? Мелкие цветочки, да? Мелко цвет, правильно пишу, мелко, ага, пылку по мелко, ой-ой-ой, не попадаю в мелко цвет. Из вафельной бумаги, из вафли пишу, все, вот так вот. Так, подождите, подождите, убежал мой комментарий. Не могу, все, начинается, вот, все, прикрепила, прикрепила комментарий, вот это мой ник в инстаграм, как меня найти, и то, что мы с вами сегодня делаем. Очень хорошо успела, ну, слава богу, видите, кому-то хорошо, что позже, да? Приветики, приветики, здравствуйте всем, здравствуйте. Ну что, все, наверное, да, минуточка прошла? Ой, не достигнула, торопилась. Меня зовут Наталья, Пертли моя фамилия, я занимаюсь тортами, делаю, то есть, я действующий кондитер, я делаю торты на заказ, делаю большие свадебные шоу-торты, именно на заказ, для настоящих заказчиков, на настоящие свадьбы. Вот, за сердечки огромное спасибо, если еще покидаете, вообще вам респект всем. Здравствуйте, а также я преподаю курсы онлайн для кондитеров, делаем цветы, цветы моя, конечно, любовь особенная, я делаю цветы из сахарной мастики, из вафельной бумаги, и вот теперь мы изучаем шоколадную пасту, шоколадную масти, ну, мастика, да, в принципе, из шоколада, в общем, цветы из шоколада. У меня есть группа Эдем, которая называется, там, это закрытая группа для, ну, всех желающих, конечно, доступ к ней платный, оговорюсь, в общем, там мы делаем цветы всевозможные, какие только мы придумали, такие мы и делаем, то есть, из сахара мы сделали много, из вафли мы сделали много, вот сзади меня стоят, это все вафельные цветы, которые мы делали, я покажу поближе потом, и вот сейчас, я уже сказала, мы изучаем шоколад. Давайте я вам покажу то, что мы сделали, то есть, это только первые наши цветочки, ну, сильно не переверну, немножко вот так, пониже, вот так. Это цветы из шоколада, это розы из шоколада, не упали бы они у меня. Также сразу скажу, что я делаю, снимаю сейчас отдельно урок именно вот по этим розам. Если кому-то интересно, на следующей недельке у меня выйдет этот мастер-класс отдельным, отдельным текстом. Здравствуйте, немножко повыше. Так, вот, что еще не сказала? Что еще не сказала? Спрашивайте. Я торопилась, немножко волнуюсь. Вот, не собралась толком, и все бегом-бегом. Что еще? Что еще? Мы провожим курсы 3D-торты. Вот сейчас у нас идет курс по торту Рояль. Он тоже этот, ну, не курс, мастер-класс. Вот, он тоже в записи, тоже можете, если кому интересно, то есть, приходите, посмотрите. Кому интересно, пишите в Директ. Что еще сказать? Писочки поют прямо аж, меня перекрикивают, по-моему. Ну что, давайте приступим. Мы сегодня с вами сделаем, я покажу, как можно сделать мелкие цветочки из вафельной бумаги для дополнения букетов. Давайте я вам покажу, как выглядят, в принципе, вафельные цветы. Вот, например, букет. Такой букет можно установить на торт. Это все вафельная бумага. То есть, этот букет выполнен из вафельной бумаги полностью. Ну, естественно, проволочки, то есть, которые держат все цветы и так далее. Лепесточки, листики. Вот. Но это все из вафельной бумаги. То есть, вполне реально возможно украсить торты вафельными цветами. Торты свадебные, они особенно вафельные цветы замечательны на них, потому что вафля, она тонкая. Вафельные цветы, они очень легкие. И для свадебных тортов они просто идеальны. Вот. Но, допустим, чтобы букет был красивым, да, допустим, ну, делаем мы только розы, к примеру. Розы. Вот, например, розы, да, из вафельной бумаги. Вот в этом... Так, не уронить бы ничего. Например, вот тут у меня просто... Это вот розы с рояля с нашего. Букетик, да, но в нем как будто чего-то не хватает. То есть, вот листики есть, но вот сюда бы еще мелкие цветочки. И вот давайте мы вот в эти розы с вами, вот в эти... Вот в этот букет сделаем мелкие цветочки, воткнем и потом посмотрим, насколько изменится вид букета. Вот эти... Вот эти розы, этот букетик, он был именно в украшении торта. Я его просто аккуратненько сняла. И вот он у меня в вазочке стоит. То есть, чем удобны еще такие цветы? Их можно аккуратно снять и поставить в вазу. Они будут стоять, им они не прокиснут, они не запресневеют, им ничего не будет. Ну, только если именно вафля может размокнуть. Если будет прямо уж там, ну, если у вас дождь дома пойдет, то они у вас, конечно, размокнут. Вот. А вообще, в принципе, они очень долго стоят, их только можно разбить. Ну, либо они запылятся, конечно, уже вид потеряют просто. Вот. Ну что, поехали. Красота, спасибо. Делаем мелкие цветочки. Так, я его... Я его пока... Так, куда? Нет, я переверну, я лучше уберу на тот стол. Здесь у меня есть пионы. Давайте ближе покажу. Вот такие у меня есть пионы вафельные. Ну, а это мой конкурсный букет. Это я вам потом в конце покажу, если вам это будет интересно. Ну что, поехали. Сердечки. Вижу, спасибо. Я вас переворачиваю на стол. То есть, на меня вам любоваться не обязательно. И я вот так, чтобы я видела ваши комментарии. Вот. И вы видели, что я делаю. Хорошо? Угу. Супер красиво. Спасибо. Спасибо. Что нам нужно? Нам, ну, естественно, вафельная бумага. Вафельная бумага. Очень часто один и тот же вопрос. Какая вафельная бумага? Тонкая. Самая тонкая. Как устанавливать на покрытие из крем-чиза? Крем-чиз и вафельная бумага вообще как бы не очень дружат. Но, если уж прям сильно надо, то смазывайте снизу цветы шоколадом, либо какао-маслом и устанавливайте. То есть, места соприкосновения цветов с тортом. Но вообще лучше их устанавливать на ганаш, либо на мастику. Бумага тонкая, вафельная. Дальше. Ну, инструмент ножницы, тейп-лента, проволочки. Нам нужно будет проволочки на сами цветочки. Тоненькая, тридцаточка, двадцать восьмая. В принципе, тут не очень важно, какая есть тоненькая, любая. И на веточку где-то примерно 0,7. Это двадцать четвертая, двадцать вторая. Ну, приблизительно. Тут тоже не важно, прямо вот конкретно двадцать вторая или двадцать четвертая. Можно и ту, можно и другую. Всё, в общем-то. Так, нет, не всё. Водка с глицерином у меня здесь. То есть, пропорции не спрашивайте. Я никогда не замеряю. Я наливаю вот в эту бутылочку. Здесь у меня примерно грамм сто водки. И на это количество я кладу примерно ложку чайную глицерина. Никогда не замеряю. Просто на глазочек. Дальше. Что нам ещё нужно будет? Ну и всё, наверное, да. Ну, в общем, если что-то будет нужно, ещё мы по мере, короче, всё увидите. Что ещё? То есть, я делала недавно, я показывала, на моей страничке есть... Как установить? Ага, это я сказала. На моей страничке есть видео по изготовлению мелких вот этих цветочков. Здравствуйте. Но они там другие и сделаны дыроколом. Дырокола нет, ну, далеко не у всех, да, дырокол. Вот этот есть, как бы он дороговатый для покупки, вот. Ну, кто часто и занимается этим, кому это надо, тот, конечно, купит. Но вот я придумала другой способ, как сделать, может быть, попроще. Вот такие ножницы. Это фигурные ножницы. Видите, они такие вот, как зигзаг такой идёт, зигзагообразные. Эти, ну, это ножницы для детского творчества, либо скраббукинг, да, вот такое есть творчество. В общем, для рукоделия. Они продаются либо в магазинах рукоделия, либо там, где для шитья всё продаётся, магазины тканей и так далее. Здравствуйте. Вот. В общем, интересная штука, и в вафельной бумаге я иногда ими пользуюсь. Ну, и вот тут сегодня я придумала тоже вот такие вот. Для начала давайте сделаем, так, для начала мы с вами сделаем серединки цветочков. К мастер-классу, так как вы уже поняли, да, я пришла попозже, я не подготовилась, поэтому мы всё будем с вами делать в прямом эфире. Так, я беру проволочка. Проволочка тоненькая. Для самих цветочков нам нужно расстояние, длина, ну, примерно 5-6-7 сантиметров. Примерно, я не замеряю точно, примерно, приблизительно, это будет стебелёк нашего цветочка. Вот я просто режу ножницами, тонкая бумага легко режется. Так, так. Ну, и вот ещё можно вот разрезать. Дальше, дальше нам нужно сделать небольшой, небольшую петельку на кончике, вот такую. Уже даже не видно, да? Она прям, ну, маленькая петелька. Делаем малюсенькую петелечку. Это для того, мы будем делать здесь, смотрите, я пинцетиком беру, проволока тонкая, пинцетика достаточно, беру пинцетиком и просто загибаю. И у меня получается вот такая вот петелечка. Будем делать серединочку цветочка, в принципе, за которую он будет держаться. А петелька для того, чтобы эта серединочка не слетела. По количеству цветочков тоже тут смотрите сами. Насколько у вас большой букет, насколько вы хотите дополнительных вот этих маленьких цветочков. То есть тут уже, ну, сколько хотите. Можно их по одному, можно их по пучками, в общем, по-разному. Дальше. У меня есть обрезки. То есть я, когда делаю цветы, да, обрезки, их очень много обрезков остается. Я их не выкидываю. И очень часто я их пользую. То есть для изготовления цветов. Здравствуйте. Смотрите. Нам нужно сделать серединку цветочка. Я беру бумагу, да, беру вот эту вот прыскалку. Это у меня бутылочка, которую я использую для изготовления цветов. Это мелкий, мелкий, мелкодисперсный баллончик такой. То есть очень удобно. И все, и делаю, то есть скручиваю такой шарик. Маленький, небольшой, примерно миллиметра два такой вот шаричек. Два-три миллиметра. И насаживаю на проволочку. Может быть вам проткнуть будет неудобно, то просто сверху насаживайте и все. И вот так вот я его как бы формирую, такую вот серединку. Смотрите, вот такая серединка получилась. И все. И делаем такие серединки. Смачиваем. Тут можно хорошенько, но не чересчур тоже перестараться не нужно, потому что если вы ее превратите в кашу, то вы ее потом просто не соберете. Вот я сразу проткнула, надела, и уже на проволочке формирую. Сильно близко я, по-моему, да, я вам в экран прям пихаю. Если есть вопросики возникают, вы мне пишите. Пишите, спрашивайте. Пока я здесь, я вам все расскажу. Даже если я от вас убегу, я вам все равно все расскажу. Сильно много нам бумаги не нужно, слишком большие нам не надо. Можно просто вот сверху надели и на нем уже сформировали шаричек. Скрутили, скрутили, смяли, смяли, скомкали и сформировали шаричек. Бумага подсохнет, высохнет, и она уже никуда не убежит, никуда не денется. Еще можно не с пульверизатором, можно налить просто водки. Чуть-чуть, много нам не надо. И, допустим, брать вот эти вот кусочки и макать водку. И потом уже, ой, ой, ой. И потом уже окручивать бумагу. Ой, бумагу говорю. Проволочку. Ну, когда мы макаем в эту жидкость, мы можем перемочить. Вот я сейчас перемочила, она у меня пытается рассыпаться. И она превращается, знаете, такую, как... Как даже, не знаю, как сказать, как кашица, что ли, такая. И не всегда ее потом удобно сформировать. Но тоже можно. В общем, тут смотрите, как вам удобно. У меня руки вроде мыло-мыло, все равно все в красителях. И шарики у меня получаются нестерильно белые. Такие цветочки... Здравствуйте, здравствуйте. Такие цветочки, они как бы делаются не для еды. Они из съедобных материалов. Эту бумагу можно кушать. Но на вкус она невкусная абсолютно. Она не сладкая, она никакая. Вот. Ну, как бы они считаются из съедобных материалов, поэтому мы их можем без опаски устанавливать на торт. Окрашиваем этими красителями пищевыми все эти цветы. Их, конечно, можно съесть, если кому-то очень хочется. И поверьте, их очень часто едят не потому, что они вкусные, а потому, что людям очень интересно, как же это так. Такая красота сделана из съедобных материалов, и это можно съесть. И едят только для того, чтобы понять, что это действительно правда, поверить в это. Потому что люди просто не верят, что такое можно сделать из чего-то, из сахара, из шоколада, из вафли. И это можно есть. Поэтому, если вы будете делать такие цветы, будьте готовы к тому, что у вас будут просить оторвать листик, откусить лепесток и так далее. Здравствуйте, здравствуйте. Для тех, кто попозже присоединился, я повторюсь, я немножко опоздала. Вышла не в свой час, а в следующий час. На то были причины у меня. Прошу за это прощения. Кто, если ждал меня в другое время. Так, так, так. Вопросов, я так понимаю, ни у кого нет, не возникает? Или никому не интересно? Скажите мне, пожалуйста, что-то вы молчите прямо так, подозрительно? Из чего я складываю мнение, что вам просто не интересно? Хоть сердечком киньтесь в меня. Хоть что-нибудь проявитесь. Вы вообще здесь или я вообще тут одна? Или здесь нет никого? Я тут сама с собой разговариваю. Все, мы наделали серединочек, убираем, пускай они сохнут. Видите, как быстро? То есть тут прямо, ну вот, хоть сердечки полетели. Мы слушаем внимательно. Все, супер, внимательно смотрим. Все, отлично тогда. Пока понятно. Все хорошо. Ой, Натали, вижу тебя, привет. Все, спасибо большое. А то я уже запереживала, думала, я одна тут распинаюсь сама себе. Очень красивый маникюр. Спасибо большое. Только присоединилась. Что за материал? Вафельная бумага. Смотрим за это отдыхание. Спасибочки. Ни слов, ни букв. Здорово. Я сегодня же попробую. Спасибо большое. Мы все здесь. Смотрим и слушаем. Все. Спасибо, мои хорошие. Спасибо большое за обратную связь. Я очень рада. Все. Я тебя и буду еще больше стараться. Ладно? Все, поехали. Я режу. Мне нужны квадратики для цветочков. То есть примерно, примерно 3 сантиметра. Приблизительно. Опять же, вы можете делать размер свой, какой нравится вам. Исходя из того, какой размер цветочка вы хотите. Ну вот я делаю примерно 3 сантиметра. Режу квадратики. Примерно. Не надо каких линеек, сантиметров и так далее. Нарезали приблизительно. Сложили в кучку. Сильно толстую кучку мы не делаем, потому что иначе бумага будет просто ломаться. И края у вас будут не вырезанные, а как будто пожеванные. Все. Вот я сложила 3 листика. Взяла. Или 4? 3. И вот этими ножничками я сначала, смотрите, обрезаю края. Раз. Смотрите, какой получается край. Ну и как бы, в общем-то, можно сразу кругом вот так вот. Раз. Если получится у вас сразу. Если не получится, сразу кругжочком. То сначала по краешке, потом... Не, она хорошо и кругом обрезается. Я тут на днях сидела, думаю, как бы так что-нибудь бы интересненькое такое, чтобы просто и легко, да? Без лишних вот этих вот средств, чтобы все подручное. В общем-то, эти ножнички, они доступны. Их можно купить, мне кажется, в любом городе. Я даже не особо стараюсь делать круг. Видите, он у меня даже вот прям неровный получается. Это не важно, это не страшно. Так, еще сделаем. Примерно сантиметра три я вырезаю. Размер проволочки. У меня, я уже говорила в начале, проволочка тоненькая. Тридцаточка, двадцать восьмая, двадцать шестая. Какая у вас найдется. Это будет у нас стебелек, цветочка. Бумага тонкая, бумага легкая. Выдержит даже самая тонкая проволока. Если у вас нет очень тонкой, у вас есть, например, двадцать шестая, то тоже вполне себе подойдет. То есть двадцать шестая, это уже не особо тонкая как бы, но она тоже подойдет. То есть не заморачивайтесь этим. Какая есть, такую берите. Если, конечно, очень толстая, да, вот там уже двадцать шествертая, двадцать какая там, двадцать вторая, это, конечно, уже прям толстая, и у вас просто, вы на ней тоже можете сделать, но у вас цветочки будут грубовато смотреться, они прям проволока будет торчать, прям грубая. Соскучились, да, мои солнышки, соскучились они. Здравствуйте. Так, двадцать восемь, тридцать цветы. Да, все, спасибо большое, что написали. Спасибо. Спасибо, что вы помогаете. Так, все, вот у нас вот такие получились заготовочки. И понеслись. Берем пульверизатор, смачиваем желательно подальше, чтобы, ну, чтобы она распрыскивалась хорошо. И, то есть, много, вот я пальчиками чувствую, если она у меня сухая, да, если я чувствую, что она под пальчиками не поддается мне еще, то я еще спрысну. Вот. Вот теперь я чувствую, что она пошла, как бы она пошла поддаваться, она начала мяться, да, то есть она уже не ломается, а она уже мягкая. Я закрепила сообщение, что мы делаем. Это вафельная бумага, да. И теперь смотрите, вот у нас наши серединочки, и мы берем и протыкаем бумагу и одеваем серединочку, вот в эту наш цветочек. И вот таким образом мы его как бы вот вот так вот складываем. Чуть-чуть придержим, чтобы она слиплась. Так, стек какой-нибудь мне нужен. Секундочку. Стек. Вот такую палочку, кисточку, что-нибудь, карандашик, чтобы немножко его как бы распотрошить. Чтобы он тут у нас был не просто сложенный, а именно вот такой пушистенький, да, пушистик такой был. Все. Все, вот такую вот штукенцию сделали. Берем еще одну. Ой. Брызнула. Пшик-пшик. Чувствую. Все, пошла поддаваться. То есть ей надо буквально несколько секунд, чтобы впитать в себя влагу и начать как бы при нем, ну, поддаваться, сминаться, чтобы она стала такой, как тряпочка, что ли. Второй слой одеваю. Сейчас пока не смотрю комментарии. Второй слой одеваю и как бы сильно не давлю, да, чтобы я не снять цветочек с проволоки, чтобы он у меня не спрыгнул. И вот стараюсь также его вокруг. Вот так вот его сделать тоже такой вот рифленый. Такой рифленый. Можно подмазывать клеем. Если не приклеивается, подсыхает. Смотрите. Вот такое получается, ну, я бы сказала, гвоздичка, что ли. Так. Опоздала, что в пульверизаторе водка и глицерин. Вот, спасибо. Пишут. А чем брызгаете? Да, вот написали только что. Так. Ну, в принципе, уже достаточный, да? Как бы он такой пушистенький уже. Можно еще, конечно, сделать. Он будет еще пушистее. Вот тут самое главное не перемочить бумагу. Если вы ее перемочите, давайте еще один сделаем, то она у вас скукожится, как бы влага ее просто съест. И вы не сможете с ней ничего сделать. Вот я ее вот так вот подминаю, чтобы она у меня хорошенечко сытовалась. Так, давайте, знаете, что сделаем? Клей. Я клей не взяла. Да? Не взяла. Нет, есть. Вот он у меня клей. Клей, клей. Клей. В виде клея что мы можем использовать? У меня это СМС, разведенный водичкой. СМС – это загуститель пищевой. Сейчас дальше расскажу. Вот так, смотрите, я снизу. Ой, видите, вот он отпал, потому что он не подклеился. Давайте мы вот здесь подмажем, снизу клеем чуть-чуть и оденем. И потом, и после этого он уже никуда у нас не убежит. Чуть-чуть придержала, буквально, все, готов. И этот так же. Либо мы снизу его подмазываем, либо мы серединку ему подмазываем и одеваем. Вот. И чуть-чуть мы его подминаем, да, чтобы он был такой пушистик у нас. Все. И немножко подминаю как бы ему края, чтобы он не был таким четким, ровным, а был именно пушистиком. Все. Вот такой цветочек. Вот такая вот. Ну, можно сказать, как они называются, цветочки такие мелкие. В букеты часто их вставляют. Но это, конечно, крупный для нее цветок. Ну, такой, я бы сказала, фантазийный он, наверное. Наверное, так. Так. Просто водой тоже можно брызгать. Можно, но водой у вас больше вероятность, что вы ее размочите. Водка испаряется быстрее. Из-за этого берем водку. Смотрите, поехали дальше. Пшик-пшик. Чувствуем, чтобы она у нас начала подминаться. Иначе она будет просто ломаться, либо просто она у вас развалится вся, разъедется. Так. Можно вот этот вот смочить клеем, чтобы он точно уже прилип, да, у нас. И формируем кверху вот эту вот серединку. Вот так вот кверху ее раз. То есть нам не нужно, чтобы шарик этот было видно, мы его вокруг вот так вот раз. Шарик мы прикрепили только для того, чтобы цветочек у нас не свалился. То есть шарики вы можете, вот эти вот серединочки, вы можете сделать их заранее, чтобы они просохли, чтобы уже точно не с потифилум. Подождите, нет, не с потифилум. Гвоздичка, да. Гипсофила, да-да-да, гипсофила точно. Толщина бумаги самая тонкая. 0,27. У меня лично здесь 0,35. То есть 0,27, 0,35 это бумага, которая идет для цветов. Не идет, а подходит для цветов. Так. А я не промазала, да? Но она вроде как подлепилась. Нет, давайте промажем. Все, она уже тут у меня прилипла. Бумага к бумаге клеится очень легко и очень быстро. Ой, да, гипсофила. Так, клей. Давайте повторюсь по поводу клея. Клей это СМС, разведенный водой. в данном случае у меня. Можно использовать куриный белок. Просто без всего. Просто куриный белок и все. Можно использовать вот эту же вафельную бумагу, вот эти же обрезки. Размачиваем заранее водичкой. Они у нас в водичке лежат, размыкают и превращаются в такой клейстер. Тоже очень хорошо клеится. клеится. Так, раз. Подмазали. Одеваем сверху и как бы подминаем, да, ее. Все, такие получаются у нас цветочки. Так. Так, толщину сказала. Давайте мы ее обмажем. и насадим. У бумаги две стороны. Шершавая и гладкая. В данном случае нам не важно какой стороной вы будете ее использовать, приклеивать. сбрызнули, наметили, чтобы она у вас гнулась уже везде, везде, отовсюду. Смазали серединку, наткнули на цветочек и подмяли ее, чтобы она более-менее равномерно обняла цветочек. Так. Ну вот, сделаем по две штучки. То есть тут можно и еще побольше сделать, в общем-то. В общем-то. чик. Клейчиком. Чуть-чуть подмазать. Чуть-чуть, много не надо. Самое главное, самое страшное для бумаги это ее перемочить, переувлажнить. Если вы переувлажнили, даже не пытаетесь ничего уже делать с этим элементом, можете просто его выкинуть. Потому что вы уже ничего с ним не сделаете. слишком смяло серединку. И она у меня слиплась. Ну ладно. Ну и ладно. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Так, мажем, смазываем, одеваем, насаживаем, приминаем и делаем такую. У меня уже рука мокрая, я уже просто по руке могу провести. По-моему, я перемочила. А если кажется, что перемочили, можно опять же попробовать. Нет, она уже, не буду ее трогать, пусть она полежит. Если она чуть полежит, подсохнет, то она может еще прийти в себя. Если не чересчур, конечно, она у вас в кашу с ним превратилась. Так, давайте еще нарежем. вот такие ножницы. для тех, кто позже присоединился. Ножницы-зигзаг. И вот такие штуки мы делаем. Повторюсь, у меня на страничке есть видео, не так далеко оно там у меня есть, в IGTV. Ну, его еще в ленте можете найти, оно еще недалеко ушло, где я показываю, как можно сделать мелкие цветочки другим способом. Если интересно, приходите, посмотрите. Так, смотрю, да, он чуть-чуть уже подсох, поэтому я его определю. Поэтому я его определю. Пускай работает, нечего валяться, просто так. раз. Чик-чик. Все, пшикаем, пшик-пшик, все. Так, запросы не надо отправлять, если вы не хотите со мной вместе в прямом эфире быть, в смысле, чтобы вас все видели, то отправлять запрос не надо. Если вы хотите быть просто с нами, смотреть и писать комментарии, то отправлять запрос не нужно. Подмазываем. Вот видите, да, я один снизу подмажу, другой сам лепесток подмажу. То есть, тут, в принципе, не особо важно, что вы мажете. Вот. то есть, тут я не претендую на какую-то реалистичность, да, на, чтобы они были на что-то похожи. Ну, похожи хорошо, не похожи, но и не надо. Мы просто делаем наполнитель для букета, который будет похож хоть чуть-чуть на какие-то цветочки, на какие-то, и не важно на какие. Если кто-то нафантазирует, что они похожи там на что-то, это очень здорово. Так. Вообще, из бумаги, из вафельной, конечно, очень сложно сделать прямо вот, ну, такие, как сказать, ботанически, ботанически похожие, да, реалистичные, ну, цветы. Очень сложно, конечно. Но можно, максимально приблизиться, можно. Не скажу, что прям один в один, но приблизиться можно. Как минимум, они будут узнаваемы. Оп, свалился с проволоки. потому что сырой еще не просохли. Так, я его сейчас может закрепиться еще. Так, что у нас остается? Три штучки. Ну, вот мы сейчас один цветочек сделаем, все. и уже хватит нам. Раз, пшик-пшик. В природе очень много всего. Ну, да, да, тоже, как вариант, да, в природе вообще очень много всего. И поэтому можно, к чему-нибудь можно их приставить и сказать, что это похоже на это. Вот кто-то сказал с потифилом. Я теперь вспоминаю, что это цветок, не могу вспомнить. А, подождите, с потифилом, это, по-моему, белые такие цветочки. Этик, они похожи на, как же его звать-то, с таким, с большой, с таким, с тычинкой наверху. А я не подмазала, да, его изнутри там. И чуть-чуть мазнула. Так. Вот одна осталась. И куда мы ее прилепим. А давайте еще один сделаем миленький, да и все. Да? У нас есть. Вот такой вот, одинарный. Все. Все, все, все. Убираю свой клей. Клей, смс, который он разводится, и он может долго, в принципе, стоять, ему ничего не делается. Главное, крышечкой закрыть. И все. Так, теперь, теперь берем проволочку потолще. Так. И режу ее. Вот такие у меня есть кусачки. И режу ее. Так, сколько у меня тут? Три. Три. И три. То есть мне можно сделать три зонтичка таких. И вот давайте мы сделаем три зонтика на отдельной ножке. Делаю ножки примерно сантиметров по десять. И на этой сразу сюда промотаем. Беру тейп-ленту. Кусочек. Не длинный. Тейп-лента продается тоже в магазинах для творчества. подтягиваю. Беру проволочку толстую, которая захватываю. Видите, как бы вот не самый кончик, а чуть ниже. Между пальчиков прокручиваю и возвращаюсь к началу. Да, как бы вот подтягиваю к началу. Раз. Таким образом она очень хорошо цепляется. Видите, как получилось. И не убегает от меня. Теперь подставляю цветочек. Закрепляю. Подставляю. Им бы, конечно, немножко дать просохнуть. Потому что они сейчас свежие сыры и могут поотвалиться у нас. Ну ладно, нам дождать некогда же. Правда же? Все. Я вот их по три стучки сверну. Можно их не по три, можно по пять. Там, не знаю, по сколько. Хоть по сколько. Но главное сделать вот такие вот зонтички. потому что сразу много, допустим, там штук пятнадцать, да, к примеру, на одну ветку, на одну проволочку, ну веточку, да, грубо говоря, вы не соберете, потому что ну они некрасиво усылягутся просто-напросто. Так. закрепила и вниз спустилась, обмотала полностью проволоку. И вот эту общую берем. подтянула, зацепила, прокрутила на начало, сделала наши цветочки. В принципе, можно и сразу по три штучки, если они у вас уже высохли, подсохли. Если вам удобно, если неудобно, значит, каждый цепляйте отдельно. все, и закрепили, протянули. Так, смотрим, смотрим, чуть-чуть я их в разные стороны распотрошу. и теперь, смотрите, опять же беру ту же тейп-ленту и уже чуть ниже я цепляюсь. И теперь собираем как бы их в одну кучку, да, уже вот эти берем веточки готовые и собираем. Раз, раз, и вот так вот, да, и третью. И тут мы их уже можем куда-то выгибать, куда нам нравится. Мы можем собрать так ветку длинную, да, например, ну, тут у нас как бы маловато, ну, допустим, вот одну, одну выше, одну ниже, да, допустим, и как-то вот так, чтобы они у нас были веткой. Можно, ну, именно для букета лучше вот такими зонтиками. Они смотрятся зонтиками лучше. О, на калу, да, точно. Да, 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 на калы. Я уже и забыла, про что говорила. Вы калы не видели, наверное. Нет, кала, конечно, она другая. Я имею в виду вот этот вот пистик, как у калы. Есть еще с потифилом, по-моему, называется, да, когда вот такой вот вывернутый цветок из серединки. У меня вот он есть в сахаре стоит, но он пыльный очень. Я бы вам показала. Красиво получилось. Ну вот. В общем, вот такая вот получилась. Давайте, все, я вас подниму. Ой, здравствуйте. А вот и я. Вот такой получился ветка. Вот такой ветка, говорю по-русски, плохо. Сейчас мы их воткнем в букет. Вот берем, например, букет роз, да, и просто мы их, так, давайте я его вытащу отсюда. А, у меня тут две веточки стоит. Две веточки. И вот, например, сюда раз. Все. И получается, посмотрите, так, давайте их вытащу. Вытащу. Я их начинаю дергать туда-сюда, и у меня начинает все сыпаться. Вот. Смотрите, как красиво получается в букете. Розы тоже вафельные, из вафельной бумаги. Вот как-то его не видно, да, его надо вот сюда вперед. Наверное, да, немножко. Сейчас сложу. Так. Как бы вам вот сюда вот его надо. Не сломать брусочки. Ну, вот так. Все. Вот. Примерно, да, то есть, примерно так. Все, у меня уже полетели. Полетели уже у меня. Ну, обычно такие вещи я вставляю не в готовый букет, конечно. Когда я букет собираю, тогда я его и вставляю для торта. Например, собираю букет, да, и я его вставляю тогда. Ну, все-таки вот сюда, наверное. Все-таки сюда ему надо. Ой, 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 все переломало, все переломало. Хочется вставить красиво его. Просто он уже сложен, этот букетик, без таких цветов, поэтому уже неудобно его сюда. Прекрасное, да, прекрасное дополнение к букету. Вы заметили, как быстро мы его сделали? То есть, сколько времени я болтала, сделали мы его, мне кажется, на раз-два, и у нас еще с вами есть время поболтать. Красота. Да, спасибо. Как живые. Так, да, розы из вафельной бумаги тоже, да. Вот эти розы мы делали на рояле, который сейчас у нас идет. Как бы курс, ой, курс, МК записан, так что, если кому интересно, у нас есть торт рояль. Показать я вам сейчас его не могу, как бы у меня нет такой функции, чтобы показывать фотографии, ну, во время эфира. Вот, но вы можете его посмотреть у меня на страничке, пройти, видео будет. Какое видео? Сохранить, конечно, ну да, если меня Инстаграм сейчас не выкинет, то я обязательно сохраню. спасибо, спасибо, спасибо. Ну, вот, такую вот красоту я вам показала. То есть, дерзайте. Тычинки. Какие тычинки? У нас нет тут тычинок. Волшебный. Я еще только учусь. Спасибо большое. Спасибо. Тут тычинок нету. Пересмотрите, пожалуйста, эфир сначала. Я надеюсь, что он сохранится. Но тычинок мы, мы не делали тычинки. Вот. Что-нибудь, вопросики какие-то у вас есть? В общем, я вас приглашаю к себе на страничку. Приходите. У меня много интересного. У меня много видео в IGTV в свободном доступе. И очень интересно. Как давно я делаю цветы? Такие? Ну, какие такие? Я делаю много цветов. Я делаю цветы из сахарной мастики, из вафли. Вот, из вафли не так давно. Из вафли я начала делать цветы, ну, буквально, может быть, с полгода как. То есть, всё зависит только от вашего желания, вашей настойчивости и трудолюбия, скажем так, да? То есть, ну, волшебство, спасибо. То есть, насколько вы хотите. Я вам скажу честно, вафлю я полюбила далеко не сразу. Очень, сначала, когда я только начала пробовать с нею работать, я буквально плевалась, говорила, какая-то ерунда, вообще, это невозможно из неё что-то делать. И цветы из неё нереальные, некрасивые, и я не хочу их делать, я не буду. То есть, я так говорила. А потом, я не знаю, что-то щёлкнуло, где-то что-то я, возможно, увидела, или ещё что-то, не знаю. и меня просто как-то вот понесло, понесло, и они у меня начали получаться, я просто влюбилась в вафельную бумагу. Но, то есть, и в итоге, давайте я его воткну, влюбилась в вафельную бумагу, и в итоге, этой зимой, был конкурс, я думаю, вы слышали, да, о нём, Cake International, это международный конкурс, я делала, тоже к ней присматриваюсь пока, пожалуйста, контейнер, ссылку, где такие цветы вы делаете, серебро, да, я сделала вот такой букет, и взяла серебро, на Cake International, вот этот тоже букет, это был, он был сделан, для Cake International, для выставки, это полностью вафельная бумага, и мне дали серебро за него, вот такой вот букетик, вот внизу прикреплённое сообщение, и там ссылка на мой аккаунт, приходите, там всё-всё, вот эти все фотографии, все вот эти цветы, у меня всё там есть, в общем вот, вот такой, кстати, букет, тоже вафельный, вот именно по вот этому букету, у меня есть отдельный урок, если интересно, если хотите освоить вафельную флористику, то очень красиво, спасибо, то вот такой букетик в доступе, смотрите, какие красивые листья, вот бегонии здесь, прям вот они как живые, ну мне так кажется, розочка, посмотрите, какая красивая, ранункулисы, цветные, спасибо, 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 вот, поэтому, то есть, в принципе, именно вафли, сахарные цветы я делаю давно, и как-то вот я прямо вот не изменяла им, вот такая была верная, вот, но тут вот как-то я всё-таки изменила, и вафля мне поддалась, и я прямо вот в неё влюбилась, но я оказалась женщиной непостоянной, и теперь меня покоряет шоколад, вы знаете, тоже я долго от него отмекивалась, девочки у меня просили, давай, давай, шоколад, я как-то так, ну ладно, а у самой, ну не хочу я этот шоколад, думаю, ну что-то вы мне, этот шоколад, но в итоге начали мы шоколад, и вот такая красота у нас получается, это шоколад, живее всех живых, спасибо, вот это шоколад, и именно по этим розам, то есть мы вот этот шоколад начали изучать у нас в Эдеме, в группе, вот, я показала на своей странице эти розы, и пришло неимоверное количество заявок, я бы так сказала, на этот урок отдельно, поэтому я сейчас снимаю урок по шоколадным розам, именно вот по этим, отдельно, так, 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 а я подумала, листья настоящие, нет, он полностью сахар, ой, вафельный, полностью, хочется вдохнуть запах ваших цветов, ой, спасибо большое, красота, обалдеть, изумительно, нет, нет, это все вафля, давайте еще покажу, у меня видео, ой, ваши комментарии немножко запаздывают, да, я вперед показываю, уже убегаю потом, это, они причем сделаны в двух техниках, на разным цветом, чуть-чуть оттенки разные у них, видите, этот такой более, как бы, с фиолетовым таким, этот более зеленый, вот тут у нас, смотрите, орешник, орешки такие, как будто, это альстромерия, розы, тут, что у нас тут, эвкалипт двух видов, так, подождите, подождите, талантливый человек, талантливый, всем спасибо большое, сколько стоит, вход в ЭДМ стоит 4000, в нем вы остаетесь навсегда, аккаунт не закроется, записи оттуда я не убираю, они там все остаются, шоколадные розы, я с вами, приходите, спасибо, вот, то есть, вы оплачиваете единожды, то есть, 4000, и остаетесь в этом аккаунте навсегда, там очень много уроков уже, более, по-моему, 40 видов цветов, из сахара, из вафли, этот букет тоже там, и вот сейчас шоколад начали, то есть, пополняться уроки будут, до сентября включительно, то есть, каждую неделю, цветок, туда будет, пополняться, вот, сейчас у нас были первые, с шоколада у нас были розы, следующий у нас будет, ну, вот, еще не знаю, решим с девчонками, либо пион, либо это будет английская роза, ну, и так далее, вот, я только с мастики попробовала розы делать, пока получается капуста и артишоки, ну, приходите, и у вас будут розы, а не артишоки, у вас такие шедевры, спасибо большое, спасибо, цветы из мастики, какой мастикой можно, цветы из мастики можно любой мастикой, вот любой, в принципе, но качество цветов будет разное, просто нужно, как бы, можно найти подход, конечно, к любой мастике, но все-таки цветы лучше делать из именно сах, из цветочной мастики, чтобы именно цветочная мастика и именно мастика домашнего приготовления, она идеальна для цветов, вот таких вот реалистичных, чтобы мне вам показать, у меня очень много цветов вокруг, которые мы делаем на МК, сейчас покажу, вот, например, у меня есть корзинка, я ее затаскала уже, у меня тут они переломанные все и уже пыльные, как бы, я поэтому сильно их не показываю, вот, смотрите, тут и рис у нас вот такой есть, вот эта корзинка тоже полностью, она в ЭДМе есть, то есть все вот эти цветы, мак, смотрите, какой там, подсолнух, они у меня уже все перетованы, перемяты и переломаны, как ее, настурция, да, правильно говорю, я забываю, девчонки, название, по-моему, настурция, пион тут у нас есть, его, наверное, не видно, это тут что у нас, это у нас тут, осенью мы делали, ну, вы понимаете меня, в общем, вот, вот эта корзина, она тоже есть вся полностью, она есть в ЭДМе, если кому интересно, пожалуйста, тут с этой стороны, это я втыкаю тоже, что есть, вот такая плюмерия, кстати, рецепт сахарной мастики, у меня в аккаунте, вот под этим цветочком, фото с плюмерией, вот этого цветочка, и под ним рецепт сахарной мастики, в общем, вот такие цветы сахарные, еще, конечно, их много, но я их уже, вам все, конечно, не принесу, мне их просто сюда ставить некуда, так, сказала, наверное, если штук 100 сделать, ну, не факт, что 100, ну, не после первой, конечно, конечно, нужно потренироваться, правильно говорят, не боги горшки, да, все верно, не боги горшки обжигают, у всех есть руки, и при желании можно сделать все, чем покрыть вафельные цветы, а, покрасить, цветочной пыльцой, либо, в смысле, покрасить, чтобы яркие были, ну, там много способов, как бы, я все это оговариваю, все способы я показываю на уроках, на, вот, допустим, вот в этом уроке есть, да, как покрасить, и в этом, в рояле у нас есть, вот эти красные вафельные цветы, розы мы делали, там полностью, как окрасить бумагу, и как, в общем, как собрать и все сделать, так, осталось 27 секунд, пионы, если меня сейчас выкинет, то я уже тогда не зайду, приходите ко мне на страничку, задавайте вопросы, пишите мне в личку, не стесняйтесь, я отвечу на все ваши вопросы, подскажите по стоимости мастер-класса, переходите на страничку, вы все увидите, все, девчонки, я закрываю, потому что я боюсь, чтобы меня не выкинуло, все, Субтитры сделал DimaTorzok